Инвестиционная компания Финам и Министерство финансов Чуваши решили стать партнерами в сфере повышения финансовой грамотности населения. Сегодня стороны подписали соглашение о взаимодействии. Планирование своего бюджета, доходов и расходов – признак того, что человек знаком с основами финансовой грамотности, ладит с цифрами и хотят все больше россиян. Хватит ли собственных средств на покупку нужного для дома товара или есть смысл воспользоваться кредитом? А как накопить денег на отдых и что делать с ремонтом дачи? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти с помощью специалистов финансового рынка. Это они объяснят, как низкий уровень финансового образования населения тормозит инвестиционные процессы в экономике в целом и в конечном счете сказывается на уровне и качестве жизни отдельно взятого жителя республики. Исправлять ситуацию решили с помощью соглашения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и развитие. Как функционирует финансовый рынок, что такое депозит, кредит, его полная стоимость и скрытая переплата? Почему надо правильно рассчитать налоги? Еще одна актуальная тема – защита банковских карт от мошенничества. Специалисты Минфина и компании «Финам» уже запланировали бесплатные обучающие семинары, курсы, финансовые олимпиады и даже чемпионаты. Финансовый грамотный гражданин не идет в пирамиды и не хранит деньги под подушкой. В пирамидах деньги он потеряет быстро, под подушкой медленнее, но тоже потеряет, потому что инфляция, которая хотя и снижается, все еще остается существенной. Финансовый грамотный гражданин вкладывает средства в экономику своего региона, России в целом. Делает он с помощью таких инструментов, например, как акции и облигации. Что важно, при этом он может получать доход, заметно превышая ставки по банковским депозитам. Если мы сегодня станем финансовыми грамотами, будем более качественно управлять своими деньгами. И, соответственно, у нас и мошенников в финансовом рынке будет меньше, у нас меньше будет и финансовых пирамид, к сожалению, которые сегодня имеют место быть. И некоторые наши граждане, наше население попадают в эти сети. И вот наши цели подписания данного соглашения именно уберечь наших граждан от таких вот последствий, от таких вот, так скажем, финансовых преступников. Обе стороны уверены, общими усилиями можно добиться хороших результатов в деле повышения финансовой грамотности населения. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика.